Сегодня у нас вторая наша лекция, и сегодня мы с вами займемся самым древним этапом существования жизни на нашей планете, займемся до кем? Это до самого недавнего времени представлял собой нечто вроде инвестиционных веков в истории, то есть период времени, откуда практически не было никаких источников. И поэтому вы выдавали самые разные фантазии, то есть у исследователей были некоторые общие соображения, как бы это могло быть в отсутствии реальных, проверяемых и величественных фактов. Но за последние лет 25-30 в исследовании до темы «Настоящая революция» Многие представления об этом периоде изменились очень сильно. Картина, как водится, о которой гораздо сложнее, чем это представлялось в прежние годы, но зато, по крайней мере, она несколько прояснилась. Теперь, так сказать, вот у нас есть достаточное количество фактов о жизни инвестиционного медиасфера. Вот в этот самый ранний период ее существовали. Поскольку у нас тут аудитория из неспециалистов, опыт показывает, что народ довольно слабо представляет себе такие вещи, как откуда вообще берется на Земле атмосфера, откуда берется гидросфера, как, собственно говоря, все это получается. Поэтому прежде чем заниматься биосферой, я красненько напомню вам вещи, которые имеют отношение к неорганической части нашей с вами планеты. Вот, хорошо, вот образуется Земля, в рамках Солнечной системы образуется Земля, из протопланетного облака, метеоритные бомбардировки. То есть все хорошо. И вот, соответственно, Земля разогревается, происходит гравитационная инференциация недра на ней, и начинается вулканическая деятельность на планете. Значит, я еще раз обращу внимание ваше, что сначала планета представляет собой, грубо говоря, некий обобщенный камень, да, больше всего каких, больше каких, элементов больше всего у нас на планете? А? Элементов. Железо. Кремль. 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 Железо, кремль, и кислород, который обычно забывают. Но кислород не свободный, который у вас... А кислород, естественно, в виде соединения, педеоркислов, кремль, и все, да. Итак, вот три элемента, с которыми, собственно говоря, идет основная игра на нашей планете. Железо тяжелее кремль, железо постепенно, поэтому соединения железа постепенно опускаются к центру планеты, да, то есть железо опускается, кремль всплывает. На этом основном процессе гравитационной дифференциации недр, на этом месте происходит разогрев планеты, запускается процесс мантильной конвекции, я не буду вам подробно, подробно возгрузить эти материями, для нас существенно то, что на этом месте запускается луканизм, да. На планете, до этого, представлявшей собой вот такой железно-кремний протопланету, постепенно запускается процесс вулканизма. Соответственно, атмосфера образуется в принципе как продукт деятельности вулкана. Какой состав вулканических газов? Что напоминает? Первичная атмосфера это просто вулканические газы. Из чего все это состоит? СО2. СО2 есть такая нитка. СО2, ну, СО2, сюда еще. СО2. Так, да. Сера. Сера, ну и свободная сера. Свободная сера, свободная сера отсутствует, там соединение сера. Да, соединение сера разное. Да, есть СО2, да, СО3 газа. И есть еще H2С, да, H2С. Согласен с серой. Что еще? Да. Гелий. Гелий. Ну, в каких-то количествах есть и гелий, но очень-то мелочи. Литал. Азот. Несвободный азот. В самих органических газах азота, Н2, ну, есть в некоторых, совсем поделочек. Азот в виде других соединений никаких. Аммиар. И она штыри. Да, и она штыри. Да, и она штыри в органических газах достаточно много. Да. Какие еще углеродные соединения, так вот вспоминаются сразу? СО2, СО, чего еще есть? Метан. Метан, совершенно правильно. Метан, CH4, да. Значит, кроме того, есть еще такая штука. Галоген водородов, которых достаточно много. Так называемые кислые дни. H1, H1, H2, H2, это количество, да. H2, 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 да. Это очень большое количество, да. Вот эти кислые дымы, это то, что в водных растворах дает галогеноводородные кислоты, а шелор, соляная кислота. Значит, тут кислые дымы есть. Значит, и вот их всегда опять же перечисляют люди, составом водонеческих газов. Еще что? Вот это вещь, которую все всегда забывают. Свободный кислород. Что? Свободный кислород. Нет, свободного кислорода нет категорически в составе, в хронических газах. Свободного кислорода категорически нет. Что? Может быть и мягкие газы. Ну, в каких-то количествах нет, люди вызывали гель. В каких-то количествах и мягкие газы тоже присутствуют, но это мелочи. Это, так сказать, первые проценты, что ли в процентах. Важная вещь. Вещь, которая составляет три четверти в хронических газах. Вода. Вода, имея в виду, естественно, водяной пар. Вода в газообразном состоянии. Да? Вот вода в газообразном состоянии составляет три четверти объемом всех лукомических газов. Да? Значит, а дальше все начинает развиваться в зависимости от того... То есть состав этих луканических газов, насколько вот можно сейчас судить, сравнивая, например, с Венерой, да? Где процесс луканизма движется, где вот эта луканическая и первичная атмосфера остается, да? То есть мы можем с этим домом сравнивать. Он примерно как раз такой и есть, да? Все это очень близко, кстати, кто там плюс-минус, какие-то индивидуальные особенности. В общем и целом состав луканических газов примерно одинаков. А вот дальше начинают играть такие факторы, как близость планеты к центральному светилу. Вы понимаете, да, что если планета далеко от центрального светила, от Солнца, там очень холодно. Если она очень близко, как там Меркульеву или Венеру, там температура очень высокая. А вот нашей с вами планете очень повезло. Есть такая характеристика астрономическая планеты, она называется температурным чистым равновесием. То есть это если, как, какую температуру имел бы без атмосферы каменных шариков или планеты, да, помещенный вот на такую орбиту, сколько он получает, сколько он получает тепла от центрального светила. Он получает и залучает, соответственно, в космос. На поверхности такой уж и устанавливается некий баланс, да? Вот этот баланс называется температурным чистым равновесием. То есть он определяется только и исключительно расстоянием от планеты до центрального светила. Так вот, Земле, крайне повезло на этом месте, для Земли температура чистого равновесия составляет 12 градусов Цельсия. Что это означает? Это означает, что она находится в том диапазоне, где вода, аж 2 лоб, находится в жидком агрегатном состоянии. То есть это не лед, как на спутниках больших планет, там на Европе, там Титании, там воды сколько угодно, в принципе. Но жизнь вот в земном виде ожидать довольно трудно, по крайней мере на их поверхности, потому что вся эта вода находится в виде льда. Там, вообще-то говоря, и аммиак в соответствующих агрегатных состояниях. Но там, вроде бы, может быть вулканизм, поэтому в глубинах этих самых странных гидросфер, там, может, на что-то можно надеяться. Но на поверхности, конечно, там ничего-то не может быть. Равно, как-то сказать, Венера, у вас, скажете, Венера. Воды опять достаточно, но вся эта вода находится в безобразном состоянии. Значит, нам повезло на этом месте, наша вода выпадает в виде живости и образует некую хорошую блокнотность, там, мелкую, крупную, но и гидросферу. Значит, как только у вас получается гидросфера, у вас начинает неким образом себя внести вот эти самые газы. Газы, да? Газы, соответственно, сразу у вас распадаются на водорастворимые и неводорастворимые, да? Дерут они себя, при этом, естественно, по-разному. Ну, например, кислые дымы, да? У вас растворяются все, да? На этом месте получаются слабые растворы сильных кислот. Значит, дальше, из того, что мы имеем. СО2. Хорошо растворимый газ? Да. А? Хорошо растворимый. Хорошо. Хорошо. 1,60. Да? Значит, СО2 уходит, да? Там получается на этом. Значит, СО4 остается. Из соединений с серой. СО2 и СО3 растворяются, да? Получается, сульфат, сульфид, йод. Да? NH3 растворяется так сильно. Значит, и вот на этом месте... То есть, грубо говоря... А какая сейчас у нас атмосфера? Азот. Азот. Сколько? Сколько? Семь. Примерно. Будет больше нескольких. Примерно 1 к 5. 1 к 5 к 4 к 5. Грубо говоря. Ну, так вот, чтобы с мелочами не маница. 20% кислорода, 80% азота. Так. Грубо. Ну, и там будет такая мячо. 1 к 5, а 4 к 5. То есть, большое количество свободного кислорода. Свободного кислорода среди вулканических газов, где категорически оттуда берет свободный кислород? Свободный кислород откуда берется? Ну, растения. Да, да. Грунче. Растения? Ну, не только растения, микроэклоризмы, но весь свободный... Значит, сейчас считается, установлено достаточно твердо, что весь свободный кислород планеты имеет биогенное происхождение. То есть, количество свободного кислорода, которое там... В принципе, свободный кислород может получаться при потолизе воды, под действием квадратного микрофиолетового излучения. Но количество их уничтожено, они тут же расходуются, опять же, внутри этих же самых биохимических газов. Это все-таки в балансе никакой роли не играет. То есть, весь свободный кислород планеты имеет биогенное происхождение. И после того, как у нас добавляется вот этот самый свободный кислород, начинает все себя вести, опять же, по-другому. То есть, свободный кислород окисляет метан и угарный газ до того же самого СО2, да? СО2 уходит в раствор. H2С, да, окисляется частично до выкисловой серы, частично до свободной серы, да, которую мы именули, да? Вот здесь уже, то есть, у людей свободного кислорода, можно получать принцип при некоторых реакциях свободного кислорода. НО2С в результате сложного кислорода реакции не будет возгружить. В целом, получается, в целом восстановленный азот в виде аммиака, в целом восстанавливается до Н2. Н2, может быть, и дальше бы, там, во что-то превращался, крутился, окислялся, но азот это крайне нервное вещество, да, химические нервные. И поэтому, в итоге, мы получаем вот эту самую атмосферу из двух, получаем атмосферу из этих двух газов. Все остальное в окисленном виде уходит в гидросферу, растворяется в ней. Дальше, так сказать, происходят еще какие-то любопытные вещи, о которых, наверное, можно говорить вскользь. Ну, например, вот у вас помянутые уже нами кислые дымы, которые растворились в гидросферу. Значит, соответственно, это слабые, это слабые растворы сильных кислот. А из чего у нас состоит дно? Вот это самое дно Городичного океана. Какие в основном породы? Крепые. А? В основном, железо крепое. Что-что? Железо крепое. Нет, ну, железо, 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 здесь нет присутствия, но главное здесь, да? А? Ну, магматический, магматический, по составу, по составу. Гранит, базальт, ну, гранит, базальт, да, верно. Просто, хорошо, хорошо, просто по химическому составу, не было никак минералов. Основу, основу всего этого самого составляют, грубо говоря, соли, чайи соли, за это не исключение. Это силикаты, да? Почти все это силикаты, то есть, главное вещество, которое у нас есть, это кремния, да? Кремния в каком-нибудь у нас присутствует? Ну, что-то присутствует, вы приведете к кремния, конечно, но, по большей части, это силикаты разного состава, да? Соответственно, силикаты, это соли, это соли какой кислоты? Аж-2-сфелизула. Кремния, да, соли кремниями кислоты, слабая кислота, да? То есть, соли, которые получаются, это соль, которая дает, соль, которую дает сильное основание, да, и слабая кислота, да? Соответственно, какой будет, там, кальций-сила-3, да? В итоге у вас имеется раствор сильный кислот, слабый раствор, но в данном случае это неважно, и соли, которые происходят из, даваемой сильным основанием и слабой кислотой. Что, какая на этом месте реакция будет возникать? Химиус, минетик, раствор, санк, да, обмена. Реакция, совершенно правильно, возникает реакция обмена на этом месте, да? Таким образом у вас получается, таким образом у вас получается, на выходе из металла у вас получается, катионы вытаскиваются, натрий, да, кальций, калий, кальций, и кматуры прежде всего, большая четверка, да, и, соответственно, анионы, которые у вас берутся из кислых дымов, и части, вот, растворения серого, основного. Вот еще больше и больше нас интересуют кислые дымы. Так вот, обращаю ваше внимание, что соль, натрий, хлор, которая, собственно говоря, определяет состав океанской воды, да, что в ней анион получается из вулканических газов, а катионы получаются из пород, из силикатных пород, слагавших дно этого самого океана. Некогда. То есть, натрий и хлор в этой самой морской соли имеют совершенно разное происхождение. И мы не только натрий, хлор, вообще все, вообще все соли, которые составляют соляной фон в океане, да, и именно поэтому океан изначально был соленым, да, то есть, когда вы спрашиваете людей, почему, а почему океан соленый, люди говорят, ну как, почему, известное дело, вот там соленые озера, мы же знаем, как это работает, на примере соленых озер, там, тонну с пенчатом, и берется вся наша соль, которая на столе, да, вот, как, вот вода испаряется из-за самого соленого озера, вода на этом месте тучка, из тучки капает, капает дождевая вода, это дистиллят, да, солей ли нет вовсе, ну дальше, так сказать, соли некоторым образом размывают горные породы, там имеются некоторое количество, так сказать, водорастворенных веществ, вот эти соли растворяются в этой самой воде, вот это все стекается в конечный водоем стука, а дальше из конечного водоема стука, это опять выпаривается солнышком, да, и вот вода крутится, а соль остается, вот так и работает, вот, ну, океан то же самое, но только побольше, вот нет, вот нет, вот так это работает с континентальным водоемом, да, а соленость мирового океана имеет принципиально другую основу, о которой мы сейчас говорим, то есть взаимодействие первичной атмосферы с первичной гидросферой, да. Значит, это так, собственно, понадобилось просто для того, чтобы у вас были некоторые представления о атмосфере, о природе атмосферы, о природе гидросферы и о том, что на некотором этапе существования первичной атмосферы, вот, в дело вмешалось такое вещество, так, свобода гидросфера, от которого исходно на планете не было, и которое вообще все довольно здорово поменило. Как и было, это все происходит. Теперь, вот, к уже нашей биологической конгрессии. Значит, планета сколько составляет? Вы с вами уже обсуждали. Четыре, примерно 4,5-4,6 миллиардов, да. Значит, где у нас, получается, где у нас зафиксированы первые следы жизни? Значит, раньше, вот как раз во время, в те времена, когда про Докембрин, когда Докембрин представлял собой темные века для геологов и палеонтологов, были всякого рода общие соображения на счет того, что, ну, как-то, это все было как-то очень неторопливо, вот, так сказать, вот там, ну, наверное, половину времени существования планеты, там была только всякая, так сказать, там, преджизнь, всякая химия, постепенно усложняющаяся. Ну, тут, наверное, где-то на селедке существования планеты, наверное, что-то, так сказать, наверное, что-то клеточное получилось, у следов мы, конечно, не видим никаких, ну, где-то там опять на селедку, опять, половину из того, что осталось, надо класть, как на всякие многоклеточные вещи, ну, наверное, еще фотосинтеза, значит, толком не было, кислорода, но тоже не было. Вот еще какие-то такие общие соображения, значит, что сейчас известно, что это, значит, с углом не так. Значит, первые следы жизни, да, первые следы жизни на нашей планете, это 3,8 миллиарда долларов. Сейчас, вроде-то, ски, там некоторые возникли проблемы с перелетировками небольшие, вроде-то, говоря, что 3,8, это чуть-чуть завышено, на самом деле, там, 3,7, там, 3,65, ну, где-то оспаривают, неважно. Порядок цифр все равно не меняется. Значит, 3,8 миллиарда лет, вот это можно помнить. Это такая формация ИСУА в Восточной Гринландии. Что из себя представляют эти первые следы жизни? Значит, это еще не живые организмы, то есть самих живых организмов мы не видим. Значит, это такие граффитизированные фросоры в толще осадочных пород. Углерод. Углерод, который был сжат при метаморфизме до, соответственно, до граффитов. Но это углерод очень интересный. Это углерод органического происхождения. Значит, вы, наверное, при чтении всякой популярной литературы, во всяких, так сказать, там, в BBC-шных сериалах, вот это слово наверняка до вас, это слово выозначено как углерод органического происхождения. Что это такое? Углерод, который не входил в состав живых организмов. Значит, как можно отличить углерод, входивший в состав живых организмов, и не входивший, ну, шедший через всякие там неорганические циклы, например, через, там, монарховый цикл, например. Мы с вами помним, что углерод имеет три изотопа. С12, из которого почти все состоит. С13, стабильный, опять же, стабильный, но редкий. И С14, нестабильный, с периодом полураспада 5,5 тысяч лет, да, на котором мы основываем радиоуглеродный метод, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, да, не говоря об измерении в технологическом времени, да. Значит, в тот раз нас не интересовало С13, и углеродный метод основан на соотношении стабильного и бестабильного изотопа углерода. А вот, в частности, как раз не интересует С12, С13. Оба изотопа стабильных, С13 гораздо меньше. Вот, оказывается, что растения или микроорганизмы в процессе потосиндоза, для них эти изотопы, что-то разная. Грубо говоря, растения любят легкий углерод и не любят тяжелый углерод. Поэтому в растениях доля С13 углерода, С13 изотопа, всегда меньше, чем в окружающем растении углекислым галерам. И эта метка остается навсегда, потому что это изотопы стабильные. То есть углерод, когда-либо прошедший через фотосиндетический цифр, получает вот эту самую изотопную метку. С той парой, как называется, углерод органического происхождения. Вот С13. Висуа найден впервые углерод органического происхождения. Значит, цифра, как вы видите, не слабая, так и сама по себе. Но тут есть еще одно в высшей степени интересное подходящее обстоятельство. Дело в том, что вот эта формация ИСУА, где как раз все найдено, это первые в истории Земли осадочные породы вообще. То есть до этого осадочных пород мы не имели. Это не означает, что в планете не было гидросферы, да? Ну а просто гидросфера, она не было постоянных водоемов, в которых могло бы идти постоянное, сколько-нибудь регулярное осадко накопление, ну или мы на следы таких водоемов пока еще не наткнулись, да? Как же это ни было, ИСУА была открыта в начале 80-х годов 20-го века, и с той порой, вот прошло 30 лет, и не удалось пока найти более древних осадочных пород. Что в общем, так сказать, что в общем говорит о том, что если они есть, то штука очень редкая. Значит, как вы сами помните, с прошлой лекции, да? Для того, чтобы живой организм или свой дыр его жизнедеятельности попали в холиатрогическое летость, в принципе, он должен попасть для начала в субокварительные условия. Вот вы, так? Что вне гидросферы ничего не фиксируется. Так вот, соответственно, обращаю ваше внимание на то, что даже про самые ранние периоды существования нашей планеты, то есть следы жизни появляются в тот момент, ровно в тот момент, когда в принципе появляются, то есть их зафиксироваться. Поэтому даже про самый ранний период существования планеты мы вообще-то не можем с уверенностью говорить, что здесь никогда не было. Потому что у нас нет следов, у нас пока нет технологических способов распознавать эти следы жизни, когда и были. Поэтому мы можем говорить только о том, что на момент появления возможности фиксации следов жизни уже есть точно. Причем более того, это не просто жизнь, а жизнь, в которой происходят процессы фотосинтеза. Потому что углеродная метка, как вы понимаете, появляется в тот момент, когда уже появляется фотосинтез. И это опять-таки во всякие старые времена всем было общее впечатление, что сначала образовались гетеротрофные организмы, которые питаются органикой, которые, наверное, каким-то образом получаются в процессах ангиорганического синтеза, вот там первичные бульоны, упыдающие опарина. Вот что-то, наверное, такое не было. Вот мне кажется, сейчас становится понятно, что в самом начале была жизнь в виде фотосинтезирующих организмов. Ну понятно, что гетеротрофы тоже были. Но, видимо, жизнь появляется сразу в точности, как предсказывал Вернадский, что биосфера появляется сразу в всём многообразии выполняемых гетеротрофических функций. И синтеза, и синтеза, и предупреждения. Так вот, соответственно, первые запреждения, это шахмин 8, а 3, 4, а 3, 3, 3,5, а 3,5 миллиарда лет уже мы имеем вполне осмысленные следы жизнедеятельности в виде строматолитов. Строматолиты. Строматолиты. Что такое строматолиты? Это известковые, ну, вернее, не только известковые, существуют ещё и строматолиты другого состава, слойчатые насадки, которые представляют собой продукт жизнедеятельности такого специфического микробного сообщества, которое называется циано-бактериальный мат. Мат-коврик. Это действительно такие коврики, там толстые плёнки, состоящие из нескольких слоёв микрообразуемых микроорганизмов. В состав такого мата в обязательном порядке должны входить циано-бактерии, то есть сине-сине-зелёные водоросли, как раньше называли, то есть фотосинтетики, и некоторое количество бактерий, которые, наоборот, создаваемые с этими бактериями органика, убирают, и питаются. В этом самом коврике возникает замечательный нулевой баланс по органике и по кислороду. и при этом вот этот самый коврик, как мы теперь знаем из наблюдений над современными матами, и самое интересное, что вот, соответственно, какой тип сообщества, вот как он получился 3,5 миллиарда лет назад, так он и существует до сих пор. Эти маты мы можем найти во всяких горячих источниках, пересоленных озерах. Изредка даже есть несколько видов матов, которые существуют на морских побережьях. Вот самые известные маты, которые образуются в современном строматолиде, ну, на которых большая часть экспериментов как раз сейчас и делается, это в Южной Австралии, есть такой залив шарпы, и вот там как раз на мелководье имеются экосистемы морские маты, которые строят на мелководье такие очень забавные рифы и постройки, которые в 30-е годы начали. Ну, что же это похоже? Потом, пока кто-то не сообразил, господи, да это же живой строматолид, просто вот настоящий строматолид, распилили, ну, вот, вы смотрите, уже в точности, как в глубоком докенке все было. То есть, вот этот тип сообщества как сложился тогда, так и существует. Другое дело, что когда-то их было много, а сейчас это вот они обитают во всяких экзотических, экстремальных местах обитаниях. Так вот, соответственно, этот самый мат, он неким образом структурирует выпадающий на него осадок. То есть строматолид создается, собственно, не создается самим матом, это, строго говоря, не вполне продукт жизни, его жизнедеятельности. То есть, это не в клетках матах получаются, вот эти самые меры, эти частицы. А мат структурирует те осадки, которые выпадают на его поверхность, структурирует естественное осадко-накопление, которое идет в этих самых водонетах. Поэтому, как уже было сказано, бывают маты не только... То есть, карбонатные маты это самая частная вещь, просто потому, что карбонатные осадки накопления, это самый обычный тип осадков накопления. Но бывают маты фосфатные, бывают маты железные, USB, строматолиды фосфатные, строматолиды кремниевые, строматолиды железные. Но для нас существует то, что это является маркером существования на планете уже вполне достаточно высокоразвитых экосистем, которые, как уже было сказано, оказались настолько технологически удачными, что 3,5 миллиарда лет они существуют и дожили до нынешнего времени. Так это все и движется, так это все и существует, до тех пор, пока в районе 2 миллиардов лет не происходят следующие крайне интересные события. События, которые принято называть кислородной революцией. Собственно говоря, вот это и есть тот самый процесс появления планеты свободного кислорода. Для этого мы с вами при этом уже установили вот эту очень интересную вещь, что она посидима. Сейчас будем постоянно говорить с вами про баланс. Во-первых, кислород у нас будет таким постоянным, вообще-то, главным героем нашей сегодняшнего лета, свободный кислород, мы к нему будем постоянно навращаться. И во-вторых, мы все время будем говорить с вами о балансах. Больше, меньше, больше получается, больше расходуется. Когда мы говорим о балансах, старайтесь держать в голове вот эти самые арифметические задачки. Помните про бассейн с двумя трубами, из одной из которых втекает бассейн, а другой вытекает. Вот наполненность бассейна, наполненность бассейна, у вас влияет работа обоих этих труб. Что по факту вы можете получать одинаковую картинку, когда эти самые трубы работают совершенно по-разному. Поэтому говорить о том, что на планете много свободного кислорода или мало свободного кислорода, вот, грубо говоря, наполненность этого самого бассейна, она может получаться по совершенно разному величину. Так вот, соответственно, что у нас происходит на планете в раннем, в раннем дотеке. По всем признакам, у нас в верхних слоях планеты гораздо больше железа. В это время создаются основные залежи железистых кварцитов. Это такие слойчатые, мекослойчатые железные воды, в которых видная аномалия, которая вам всем известна, там австралийские, марокканские месторождения железа. Все, на чем основано, все, на чем работает современная черная металлургия, это как раз вот эти самые декембрийские железистые кварцитры. Чем они так хороши? Чем они лучше? А вот наше европейское железо, откуда возник железный век там и все прочие цивилизации, это состав. Что за роды? Вы представляете себе, откуда они берутся, где их находят? По минеральному составу, что это? Это находится в болотах. Болотные железные, совершенно правильное. Они так называют болотными железными родами. Основной минерал там лиминит, но для нас существенно то, что основное вещество там феррон-2-отримин. Что такое феррон-2-отримин? Ржавчина, грубо говоря. То есть, грубо говоря, вот железная руда, которая получается в верхних слоях земной коры, это проржавчина, результат взаимодействия железа с свободным кислородом. А кроме того, магнетит, тогда как магнетит, который входит в состав вот этих самых железистых кварцитов, это, его иногда пишут так феррон-3-о-4, это неправильно, феррон-о, да? То есть, затиск железа на, то есть, это окис железа, а здесь феррон-2-о-3. Затиск железа на окис железа. Помните, если соль? Так вот, обращаю ваше внимание, какой минерал лучше для человека с точки зрения содержания железа? Где железо больше? Где железо больше? Нам нужно там, где больше железа, меньше кислорода. Какое лучше? Нет? Ну, это, конечно. Здесь же имеются в качестве компонента всяких железа. Для жизни. Вот, соответственно, вот, вещество такого состава говорит о том, а рубы вот этого типа, рубы вот этого типа, да? Это домно-морский, да, который образуется на дне океанов, да? Потому что там слоистость всегда, отчетчивая, да? На протяжении всего до кембрия. На протяжении всего до кембрия образуются рубы вот этого типа. И это свидетельствует о том, что в это время был уже источник свободного кислорода, да? Который окисляет железо, которое существует на планете. Но этого источника кислорода не хватает. То есть железа в избытке. Понятно, да? То есть свободный кислород на планете уже имеется в каких-то количествах, да? Но его не хватает. И тогда получается железный рывок вот такого состава, жаспериды. Они начинают образовываться в районной дакеусе. Количество их растет, 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 растет. И, кстати, самое любопытное, что первые жаспериды, первые, первые вообще жаспериды на Земле, на Земле, находятся ровно в той же самой формации ИСУА. Помнил, да? Что ИСУА, это углерод со смещенным в азотопном отношении, который говорит о том, что это был уже фотосинтез. При фотосинтезе у нас получается кислород. И кислород вызывает, получается, первые на планете джаспериды, да? То есть железо в нету, где это начинает осаждаться. Итак, мы имеем источник. То есть фотосинтезирующие организмы есть. Но они в дефиците, да? И, кроме того, что самое интересное, что в это время существует целая куча указаний на то, что на планете, по крайней мере, во многих местах существует безкислородные, практически безкислородные условия. То есть, например, во множестве имеются залежи, имеются подвергнутые обработке текучими водами гальки из минералов, которые неустойчивы к присутствию свободного кислорода, да? То есть ситуация по ночному времени совершенно невозможна. Вот, например, перид, да? Игушачье золото, да? Представляет тебя золотая гманка, да? Игушачье золото, да? Ферму С, который, да? В принципе, ты, получается, и сейчас. Там, в болотах, он много, это и лягушачье золото, потому что это, действительно, заболоченный участок, где у вас есть кислород в дефиците. В принципе, он может существовать довольно долго, но как только вы кусок перида выруйте на стол, у вас он очень быстро начинает разрушаться под действием свободного кислорода воздуха. Если у вас, понятное дело, что если у вас галька, да? Если у вас галька со следами обработки текущей водой, то текущая вода у вас не может не быть алилированной, да? В болоте у вас может быть без кислородные условия, а вот в ручье у вас без кислородных условий быть не может, да? Потому что всегда газ, если перемешивали, всегда у вас вода будет насыщена теми газами, которые формируют атмосферу. Так вот, в этом самом Докембрии, соответственно, теплочие воды имеются уже, да? А кислорода, соответственно, нету, потому что есть вот эти самые перитовые гальки, образуют там лазурит, уранеид, целая куча минералов, неустойчивых к присутствию свободного кислорода, но которые присутствуют в большом количестве. Вот как раз примерно по 2 миллиардов лет, назовем, по 2 миллиардов лет происходит исчезновение этих самых маркеров без кислородных условий, да? Начиная с этого момента, выше 2 миллиардов кислорода у нас без кислородных условий вот такие исчезают. А железо, именно с этого времени, начинают образовываться вот те типы железных руд, да? Те типы железных руд, о которых мы говорим. Те железные руды перигенные, то есть образующиеся на поверхности, образующиеся на суше, а не в океанах, да? Которые, грубо говоря, представляют собой слежавшуюся ржавчину. Полностью окисленное железо, как мы делаем. Вот это как раз, вот это как раз, говорит о сильном изменении каких-то условий. Столь же странные вещи в это время, не странные, в это время такие же вещи получаются, перестраивается цикл не только железа, но и, например, сер. Вот до этого момента у вас множество сульфидов, да? А начиная с этого момента у вас сульфаты и сульфиты, да? То есть серный цикл на этой границе перестреливается. То есть произошло, что-то произошло очень сильное, очень серьезное с кислородом. Что? Нет, опять-таки, никаких. Значит, смотрим, смотрим спережав к палеонтологическую лекарность. Поэтому вся геохимия нам говорит, что вот в этом интервале, в районе двух миллиардов лет, на Земле стало намного больше свободного кислорода. То есть условия принципиально поменялись. К чему это? Что произошло-то? Появились какие-то группы живых организмов, которые начали гораздо более активно вести фотосинклоз. Значит, вся палеонтологическая лекарность, которую мы располагаем по нынешнему времени, позволяет это положение отвергнуть. Никаких, никаких групп живых организмов, которые в более интенсивном мире фотосинклозе в это время не появляются. То есть все те же самые строматолиты, то есть те же самые экосистемы матов и там каких-то удорослевых пленок, может быть, на суше существовавшие, никаких новых групп организмов не появляется. интенсивность образования биогенных осанков та же самая. То есть совершенно непонятно. Никаких групп у вас организмов не появлялось. И на этом месте, да, вот на этом месте нам следует задаться вопросом. Вот получается у нас, да, вот у нас получается свободный кислород в результате фотосинклоза, который ведут, ну, по большей части, цианобактерии. Цианобактерии. Для цианобактерий, ведущих фотосинклоз, этот самый свободный кислород, это что? Выбросы. Выбросы производства. Что, что? Ненужный газ. Ненужный газ, да. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Свободный кислород, получающийся в процессе вот этого цианобактериального фотосинклоза, это попочный продукт, это мусор, который, вообще-то говоря, этим самым существам совершенно ни для чего не нужен. Они анаэробны. В дальнейшем этот кислород они никак не используют в своем обмене веществ. То есть они его сбрасывают в окружающую среду и сбрасывают, сбрасывают, сбрасывают. Кстати, так сказать, сильнее. Не забудем о том, что кислород для анаэробных организмов, это сильнейший ям. Вообще говоря, очень неприятная вещь. Вот они его сбрасывают в окружающую среду, никак не используя. А с чем он там будет вступать в взаимодействие, прежде всего? С водой. А? С водой. С водой? Он будет растворяться, понимаете? Да, согласен. Количество будет растворяться. Кстати, а вот, кстати, опять-таки, вот, понятное дело, что процессы фотосинклоза идут в гидросфере, то есть идут внутри воды, да? А что дальше будет с этим кислородом получаться? Большая часть его будет оставаться в воде или будет улетать. А? Кислород это хорошо или плохо растворимый газ? Хорошо. Нет, кислород это очень плохо растворимый газ, 1 к 130, да? Вот углекислый газ растворяется в воде 60 к 1, да? То есть 60 частей углекислого газа растворяются, одна часть улетает на ровно. Вот именно поэтому пассажи борцов с глобальным утеплением, потому что, значит, вот, дескать, много углекислого газа, значит, в атмосферу, когда выкидывали из фабрика, значит, вот из автомобилей, это дико смешно, на самом деле. Потому что, еще раз, 60 раз больше углекислого газа растворено в водах мирового океана. И то, что человек, наверное, человечество туда вынесло, в атмосферу, это абсолютно уничтожный процесс. Просто вообще не о чем. Так вот, углекислый газ, это хорошо растворяемый газ, а кислород, это газ плохо растворяемый. Здесь наоборот, да? Углекислый газ, это 60 к 1, а кислород 1 к 130, да? То есть почти весь кислород, кислагородный, который получается, он у вас будет улетать в атмосферу. Так вот, собственно говоря, сейчас и получается. Так вот, соответственно, если кислород не используется в некоторых процессах свободных кислород, если он не используется в некоторых процессах внутри гидросферы, он будет улетать наружу в атмосферу, где, вообще-то говоря, он совершенно бесполезен, потому что на земной жизни у него нет все равно, да? Тем не менее, тем не менее, на что-то он используется? На что он будет использоваться в гидросфере? Главным образом, еще раз, что биосфера, она и роза в этом время. Что будет акисляция? Вы же видите, все это просто. Железо, конечно, конечно, железо. Огромное количество железа, да? В это время есть железный мир, да? Что верхние слони нашей планеты гораздо богаче железом, да? И, собственно говоря, не окисленным железом, да? Железом в закисном состоянии. И, собственно говоря, весь свободный кислород, который есть, на протяжении вот этих первых пары миллиардов лет, он, собственно говоря, расходуется на то, чтобы доокислять железо, да? Доокислять железо из закисного состояния, хотя бы промежуточное. Да? Которое вы гнете как в магнетите. И, так сказать, соответственно, то есть, свободный кислород окисляет закись железа до выписи железа, и это дело падает на океанское дно, получаются вот эти самые заряжи железо-кварцитов, получаются, 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 но процесса дифференциации нет, да, процесса дифференциации нет, да? То есть, бассейн с двумя другими вспоминает, да? То есть, количество, то есть, количество, да, количество втекающей воды, количество втекающей воды на протяжении вот этих двух миллиардов лет абсолютно одинаковое, да, совершенно стабильное, но, начиная с некоторого момента, что-то произошло с той трубой, откуда вытекает, что-то с ней произошло, и начал повышаться уровень воды. То есть, трубу некоторым образом законопатили, да, привернули к рейти. Вот, как говорят геохимики про эту ситуацию раннего дохембрия, что мир все больше ржавел, а количество свободного кислорода в нем не добавлялось. То есть, железа много, железо переходит в, вот, в некую подстать ржавчину, да, действительно, а свободного кислорода в итоге и свободного кислорода на это дело и расходуется. И вот наступает момент некоторый, когда из-за гравитационной дифференциации нету, железо, большая часть железа уходит в ядро планеты, да. И, то есть, железо в ядро, всплывшие кремные верхние слои, превращая верхние слои планеты в что-то уже похожее на то, что мы имеем. Сейчас, да, кремнии существуют гораздо более технические, нет, чем железо, да. И на этом месте, на этом месте у вас получается некоторые дольки свободного кислорода, да, которая уже не расходуется на окисление железа, да. То есть, железо оказывается в дефиците, да, и свободный кислород может расходоваться на что-то грубо, да. Вот, привернули. Казалось бы, казалось бы, вот на этом месте, вот на этом месте и получается то, что мы называем кислородной революцией. На этом месте немедленно 1,9, 1,8. На этом месте немедленно появляются первые следы эвкариотических организмов, да, то есть, одноклеточные планктонные водоросли, но уже это именно водоросли, да, то есть, нынеющие ядро системы, да, системы хлоропластов, метафонды и всего прочего. Это все как раз, это вполне читается. А по нынешней, так сказать, при временах нынешних технологиях наших мы вполне их распознаем, да. Одноклеточные водоросли, афритархи, вот, получается. Получается, существа, которые, обращивающие внимание, аэророговы. То есть, свободный кислород, есть его, можно использовать. Значит, казалось бы, казалось бы, то есть, вы поняли, да, что причина, причина вот этого самого кислородной революции, которая 2 миллиона лет назад, не перестройки в самой биосфере, да, а планетарные процессы, да, которые докладываются на процессы биосферии. То есть, биосферия просто стабильная, а вот с самой планетой происходит некая перестройка в самой планете, которая приводит к тому, что кислород стал больше. Казалось бы, да, кстати, вот это часто забывают, вы можете это и в учебниках наткнуться, и в популярных книгах, когда речь идет про то, что в районе 2 миллиардов лет назад произошла кислородная революция, на планете появился, и атмосфера насытилась свободным кислородом, да. Нет, это, конечно, не так. Свободный кислород на планете появился, да. Среда стала устойчиво окислительной, но не более того. Кислорода были первые проценты от его нынешнего содержания. То есть, свободный кислород есть, но его очень мало. Еще раз, тренируется устойчивая окислительная среда, и не более того. Да. То есть, сначала у нас кислорода свободного практически нет вообще, да. То есть, а что есть, то целиком расходуется на окисление, на окисление железа в районе 2 миллиардов лет. У нас происходит кислородная революция. Вот, свободный кислород увеличивается, и, казалось бы, казалось бы, таким расходом, можно ожидать, да. Да? Винтель на трубе, на вытек. Завинтили, сильно привернули, и эта труба продолжает работать так же, как работала, и можно ожидать, что наш бассейн очень быстро наполнится. Ну, геологически. Геологически быстро наполнится кислородом, ну, вот до наших, так сказать, 20%. Да? Где-то. Что это произойдет очень быстро. Значит, ничего подобного не происходит в действительности. Количество кислорода, то есть, среда становится еще раз устойчивой окислительной, но количество кислорода остается очень небольшим до второго эпизода, 0,8 миллиарда лет назад, о котором мы сейчас поговорим, о котором мы сейчас будем говорить дальше, второй кислородный гумб, вот когда тут произошли события. А здесь это все сразу выходит на плату, и количество кислорода остается очень небольшим свободным. Хотел бы я объяснить? Почему? Вопрос. Казалось бы, казалось бы, да? То, на что, то, на что раньше расходуется весь слабо, и кислород, больше не расходуется, да? Вся эта железная, вся эта железная штуковина, которая нам рассказать, ее больше не нет. Количество, опять же, количество всех этих самых синтезирующих организмов не убавилось, да? Они должны тем же, тем же, продолжать поставлять в атмосферу свободный кислород. Казалось, количество его должно стремительно возрастать, и этого не происходит. Почему? Почему? Так? Может быть, из-за агенетики использующих? Использующих, да. Да, логично. Правильно. И, значит, ты великих золом? Совершенно правильно. Совершенно правильно. Все предыдущие, вся предыдущая диасфера, она аноэробная. Кислород для них, это побочный продукт. Яд вообще-то, гадость, которые сбрасывают. Да? Но, как только свободный кислород в атмосфере появляется, сразу же, естественно, находятся умники, которые этот самый яд и ужасное, так сказать, это ужасное вещество начинают приспосабливать к своим нуждам. Кислород, чем кислородный обмен, аэробный обмен, чем лучше без кислорода? Да. Ну, АТФ? Ну, АТФ, получается. АТФ, сколько, да. Вот, прекрасно, что в принципе у вас все, все, весь энергетический обмен у вас состоит в том, чтобы, грубо говоря, из молекулы, из молекулы молекулы глюкозы, из молекулы глюкозы, разрушая ее химические связи, перевести эти связи в связи внутри молекул АТФ. Сколько получается молекул АТФ в результате распада, без кислородного распада глюкоз, разных вариантов брожей? Примерно два штуки. Два, на одной молекулы глюкозы вы получаете две молекулы АТФ и второй продукт, там, что только вы не получаете. Там молочная кислота, молочнокислое брожение, там уксус, там уксусное кислое брожение, спирт, спиртовое брожение, там масляное кислое брожение. Прорусь этих вариантов. То есть, глюкозу, как универсальный, как, опять-таки, универсальный продукт фотосинтеза, вы превращаете во что-то, промежуточное, в какой-нибудь фигне, от спирта до уксуса, и получаете на этом деле две молекулы АТФ. Если вы, такой вот унинг, который сумел обзавестись способом загружать этот промежуточный продукт в следующий химический цикл, в какой? В цикл крепца, правильно. Если вы этот промежуточный дальше начинаете грузить в цикл крепца, то вы на этом месте получаете из молекулы глюкозы, из каждой молекулы глюкозы, вы окисляете ее уже не до промежуточных продуктов, а до СО2 и H2O, до воды, до молекулы воды и молекулы глюкислого газа, и получаете на выходе сколько молекул АТФ? 36. 2 и 36. Почувствуйте разницу, как в них важно. Соответственно, кислород, это отлично, если уметь с ним работать. Ну, естественно, как уже было сказано, уменьши сразу нашлись. Аэробные, одноклеточные организмы появились сразу. И сколько кислорода, сколько кислорода появляется, сколько кислорода появляется, сколько его и расходят. То есть возникает новый баланс на этом месте. Продуктивность этой самой биосферы очень невелика по-прежнему. Кислород этот используется, вот, аэробные процессы. Это все нормально, и все так и продолжается до примерно 0,8 миллиардов лет назад. И вот здесь наступает процесс второго, наступает процесс второго кислородного дума, конец, на котором принципиально различен. здесь мы имели дело с фактически здесь мы имели дело фактически с игрой с той трубой, откуда вытекает, да, перекрыли ее. А здесь у нас уже действительно начала лучше работать вот эта самая труба, по которой втекает. Но, опять-таки, не в прямую. Когда, опять-таки, вы можете натолкнуться на такие, когда речь пройдет про второй кислородный дум, что вот появилось гораздо больше фотосинтезирующих организмов. Ну да, разнообразие увеличилось, это верно. Но количество кислорода от этого дела вылезть не может. Вот сейчас мы как раз это дело с вами не обсуждали. Значит, в принципе, аэронная биосфера осуществляет очень простую химическую реанцию. CO2 NCO2 плюс NH2O получается у нас CH2O N раз что такое CH2O? УГЛЕВОД. УГЛЕВОД. Да? Если вы шестерку сюда подставите, вы получите глюк уже, просто. Но в принципе это не обязательно, может быть 6, может быть другую количество. Плюс NO2. Да? Свободный кислород. Реакция идет как в одну, так и в другую сторону. Когда мы это уравнение читаем справа налево, это у нас что такое будет? Фотосинтез. Совершенно правильно. Когда мы читаем это справа налево, это фотосинтез, а когда мы читаем это справа налево, а когда мы слева направо, а когда мы читаем это справа налево, это у нас что будет? Дыхание, шамбань, гниение, горение, все что существует. Разные варианты соединения окисления свободным кислородом органики. Энергия в какую часть уравнения идет? В какую часть уравнения идет? Энергия в эту часть уравнения. Кстати, это может быть энергия солнечного света, если это фотосинтез, но может быть на энергохимических реакциях, когда у вас хемосинтез. То есть принцип такой синтез можно делать и на других формах энергии. Но суть от этого не меняется несколько. И вот здесь я приношу извинения той части нашей аудитории, которую маленькие и химели еще не учили совсем. Поэтому сейчас я адресуюсь только относительно коллегам из старших классов. Значит, вот мы имеем обратимую химическую реакцию. Каким образом можно сместить равновесие реакции? Понимаете? Нам нужно добиться увеличения выхода одного из продуктов. в данном случае кислорода. Как нам добиться увеличения выхода продукта реакции, которая обратимая реакция? Да, да. Ну-ка напрягайтесь, вспоминайте. Катализатор. А? Катализатор? Нет, катализатор. Катализатор, температура и все прочее, они у вас увеличивают скорость и таких реакций. Катализатор тут вам помогает ровным ученикам, к сожалению. То есть реакция просто идет быстрее. Идет быстрее и прямая обратно. То есть это невыгодно. Значит, ну, раз вы вспоминаете, для того, чтобы добиться выхода одного из продуктов реакции, нужно выводить из сферы реакции другой продукт. Вот тогда смещается равновесие таким образом. Для того, чтобы добиться увеличения выхода свободного кислорода, вам надо выводить из сферы реакции органик, то есть углерод в восстановленной форме, да? Парадоксальным образом количество свободного кислорода на планете у вас будет увеличиваться в этом балансе только тогда, когда у вас изымается из биосферы часть восстановленного углерода. Что это? В какие эпохи у вас изымается восстановленный углерод? Выпадает из цикла. Ну, вспоминайте. Давайте, давайте, думайте, думайте. Углерод в восстановленной форме. Когда вдруг оказывается в земных слоях и недоокисляется обратно в то же время. Но когда у вас, например, эпохи интенсивного угленно-копления, да? То есть когда у вас идет интенсивное угленно-копление, как там в каменно-угольном периоде, у вас огромное количество углерода восстановленного, уходят и больше обратно не возвращаются в цикл. Этот углерод, который мы сейчас, который мы имеем в виде углей, это то, что когда-то не вернулось в биосферу, в цикл, в биосферный цикл в виде углекислого газа, да? Чтобы строить какие-то следующие, лепидодендронные и древовидные патру. Так вот, соответственно, то есть вот природообразная пропаганда вбила в полу людей магическую фразу что леса — это легкие плоды. Тропические леса — наше все, и все такое. Нет, тропические леса — это, конечно, наше все. Нет, ничего. Все это не упражает по множеству. Это очень важная штука. И не надо их трогать. Но тропический лес, взрядный тропический лес, употребляет ровную ступень кислорода, сколько и вырабатывает. У него вообще-то прям баланс нулевой. Значит, а где в действительности где в действительности образуется свободный кислород, который... да? В болотах. В болотах, конечно. А вот свободный кислород как раз получается в болотах. Если вы что-то являетесь, это как баллоны. Нет, это вовсе не призыв к тому, чтобы рубить тропические леса и все прочее. Спасибо, это очень важная штука. Но вот это работает не так, как объясняют. Вот, возвращаясь, у вас количество свободного кислорода и так возникает только в тех случаях, когда у вас часть восстановленного углерода уходит из цикла. А можно ли установить? Можно ли установить? Есть ли у нас способы определить, уходил ли когда-нибудь углерод из цикла на планете или не уходил? Ну, когда у вас есть залежи каменных углей, тут все понятно. На этом месте, конечно, баланс будет положительный. Здесь, конечно, никаких углей нет, потому что нет растительности, которая могла бы вот в таком виде захорачиваться. В прошлый раз мы с вами говорили, что у нас есть некоторые маркеры, которые позволяют отличать кислородные обстановки вот без кислорода. Это нужно, да? Ну, довольно просто. А здесь перед нами стоит гораздо более сложная задача. Можем ли мы у состава отложений отличить обстановки, которые образовались в условиях, когда кислорода больше и меньше, да? Там-то задача качественная. Кислород есть, кислород нет. А здесь задача уже количественная. Как установить, что кислорода больше и кислород меньше? Эта задача гораздо более сложная. Но, тем не менее, она решает. Она решает именно исходя из этого. Именно исходя из этого соображения, что рост количества свободного кислорода должен быть жёстко связан с уходом из цикла неокисленного углерода. Здесь опять нам приходит на помощь вот это соотношение углеродных затопов. Углерод может попадать в захоронение в слои земли из двух циклов. Он может попадать из карбонатного цикла, то есть если он участвовал в карбонатном осадке накопления, без участия живых организмов, либо через фотосинтетический цикл, то есть если он участвовал в реакции фотосинтеза, а потом, соответственно, живые организмы, которые их осуществляют, упали на дно и выпали из цикла. Значит, соответственно, разница между количеством изотопов в этих двух условиях. Я не буду сейчас грузить вас техникой этих расчётов, но это можно вполне по-ношему времени отличить. И если, грубо говоря, осадки объединены по соотношению изотопного состава осадки, можно определить интенсивность захоронения углерода. Так вот, оказывается, что около 0,8-0,7 миллиардов лет назад темпы захоронения органики, неотисленной органики, были самыми высокими за всё время существования планеты. Сначала на эти отложения наткнулись на Шпицбергене, результаты оказались настолько удивительными, что бросились проверять соответствующие осадки во всех прочих местах в Канаде, в Австралии, у нас в Якутии, где есть отложения соответствующего состава. Оказывается, что да, это всеобщая вещь по всей планете. Так что в этот момент по всей планете захоронение органики, оказывается, идёт чрезвычайно интенсивно, и, соответственно, логично ожидать, что на этом месте должно расти количество кислорода. Давайте проверим эту гипотезу, что должно увеличиваться количество кислорода. А как Вы полагаете, если действительно это так, какие группы живых организмов должны появляться на этом месте? Животные. Да, да, совершенно верно. Должны появиться животные, вообще-то говоря. То есть до этого у нас растения, да? Мы никого, кроме растений, собственно говоря, не видим. А здесь должны появиться животные. Да, и в общем так оно и есть. Через очень небольшое время после вот этого второго кислородного ума, да, появляется идиокарская фауна. Появляются первые многоклеточные животные. Да? И, ну, очень трудно счесть это каким-то таким совпадением. Да. Что, опять-таки, послужило, что могло послужить причиной этого? Причиной этого могло послужить то, что в этот момент резко увеличивается разнообразие. Это, опять-таки, просто ловится на ископаемых организмах. В это время резко растет разнообразие вот этих самых планктонных водорослей. И появляются впервые достаточно обширные заросли макроскопических водорослей. То есть водоросли, многоклеточные водоросли, прежде всего зеленые, как хотя есть и красные, да? Которые образуют так называемые водорослевые луга. Такой цикл тогдашнего сообщества. Значит, обращаю ваше внимание на то, что животных-то нету. То есть растения фотосинтетики имеются, количество их увеличивается, да? А возвращать в цикл это некому. На этом месте у нас получается замечательная система, которая в итоге и сработала. Вот смотрите. Многоклеточные водоросли создают вот этот самый ландшафт, да? Множество вырабатывают кислород, фиксируют в составе своих организмов неокисленную органику. Все правильно, да? В итоге ухода, в итоге того, что детритные и пастбищные цепи не работают, да? Нет настоящих, грубо говоря, травоядных существ. Значительная часть органики уходит, да? Уходит из цикла. Свободного кислорода становится много. Свободного кислорода становится столько, что это допускает создание животных, да? Животных, которые, задача которых экологическая и биосферная задача животных вообще какая? Зачем? Зачем? Зачем нужны? Зачем животные нужны экосистеме и биосфере? Мы же видим время, когда, так сказать, отлично все без животных было. Животных не было. Были они растения. Были они растения и микроорганизмы. Но все-таки все отлично крутились. И без них, да? Кто-то должен регулироваться в численности. Кто-то должен регулироваться в численности. Да. Да, да. В принципе, животные – это всегда регулирующий блок. Это всегда, в терминах, в теории системы, это всегда регулирующий блок системы. Да, это совершенно правильно. А в чем? Как он конкретно регулирует? Ну, когда растения умирает. Нет. Возвращают. Прежде всего животные ускоряют. Животные ускоряют возвращение углерода обратно в цикл СО2. То есть, собственно говоря, задача животных – это переводить органику в углекислый газ с водой. Вот, собственно говоря, при этом. Чтобы это не застаивалось в виде вот этой самой мертвой органики. Да? Чтобы цикл на этом месте ускорялся. Значит, животное на этом месте, собственно говоря, и появляется, на этом месте, собственно говоря, и появляется. Первая макроскопическая фауна крупноразмерных организмов – идиокарская. Ну, про идиокарскую фауну сейчас мы поговорим, срок расстанется, а пока я обращаю ваше внимание на время появления. Итак, если мы опять рассмотрим время существования… Итак, прокариотические организмы, прокариоты без ягод, когда у нас появляются? 3,8. А? 3,8. А? 3,5. Три с половиной точно, возможно, 3,8. Да? А может быть даже и раньше. Значит, прокариоты, да? Эвкариоты когда появляются? 2. В районе коснородной революции, да? Чуть позже, да? В районе коснородной революции появляются одноклеточные эвкариоты. Значит, а на самом деле, многоклеточные эвкариоты появляются, то есть многоклеточные отрасли, появляются довольно давно. Сейчас вот есть хорошие находки в Китае. Ну, там, китайцы, как обычно, пытались… Ну, это у них вообще такая государственная полиция, они очень любят, что у них всё такое самое древнее, всё самое замечательное, поэтому… Ну, а поскольку Китай, к тому же, теперь великая патриотологическая держава, там действительно очень много чего хорошего… Вечный мир. А? Вечный мир. Ну, вот что это сделаешь, да? Вот. Какие-то… В том числе, были найдены самые древние многоклеточные водоросли. Китайцы пытались, так сказать, датировать в 1,8 миллиарда. Ну, дальше, как-то, так сказать, всё-таки, до более полицких цифр, примерно, считается, что 1,4 миллиарда. То есть, вот, примерно, примерно, 1,4 миллиарда – это многоклеточные водоросли, самые древние, то есть из Ченчена. Причём, это, действительно, это самые архаичные из красных водорослей, бангиевые. То есть, примерно, как раз то, чего и должно быть быть, да? Значит, в 1,4 миллиарда. Далее. Вот, после второго кислородного пыла появляются животные, многоклеточные. Значит, животные, идиокарская фауна – это примерно 650, примерно 650 миллионов. И, в это же время, в это же время, в том же самом венде, вот в последнем, да, в последнем, да, до кембрии, да, вот это уже фанерозой. 0,54 – это уже, так сказать, вот фанерозой, та фауна, которая нам привычна. А вот последний кусочек до кембрия – вен, это когда появляются, когда появляются бескелетные, но многоклеточные организмы. В это же время появляются и грибы, опять-таки. То есть, картинка, вообще говоря, очень похожая на правду, на то, что вообще, так сказать, так вот можно было бы ожидать из общих соображений, да? То есть, в общем, всё-таки так как раз пришло в соответствии с общей картинкой. Единственное, что, во-первых, губки, вот всё-таки подтвердились, это долго-долго, так сказать, оспаривали, смотрели, но, вроде бы, губки получаются 0,8 миллиарда лет назад. То есть, губки появляются намного раньше всех прочих организмов. Ну, что, в общем-то говоря, неудивительно. Губки, как вы понимаете, это, в общем, это даже, в общем-то, не совсем многоклеточный организм, а скорее колония. Да, по уровню организации, это, в общем-то, скорее колония, чем организм. И нет ничего удивительного, что губки из жгутиковых простейших, из ханов логилят каких-то, могли возникнуть действительно независимо от всех остальных животных вообще вместе взятых. Это всё-таки принципиально другая эволюционная версия. Всё нормально. Единственное, что на этой схеме выглядит странно, это очень позднее появление грибов. Значит, опять-таки, грибы, вы многократно можете натыкаться. Грибов регулярно пытаются запихнуть куда-нибудь, так сказать, вот там, в средний, да, там, в какой-нибудь средний проторозой, в какой-нибудь, если-то там, в середине, куда-кем-ли, там, близко к 2 миллиардам лет назад. Все эти находки, как считаются по ночному времени, все эти находки развенчаны. Развенчаны в том смысле, что это результаты вторичных грибных загрязнений тех отложений, которые были. То есть, что те грибные грибы, которые действительно регулярно доходят в древних отложениях, что это результаты вторичных загрязнений. Что настоящие грибы появляются действительно только в Винде. Вот более достоверных, более ранних заходов нету. Причем, опять, это хиперидиомлицеты, это очень обконечная группа грибов. А почему, как Вы положите? Вот почему, на самом деле, если вдуматься, это не так и странно, что грибы тоже появляются достаточно поздно, практически одновременно с животными? Ну, это иукриоты, которые излагают органику. А? Ну, находить сначала, а сообщества как-то, бактерии и расти, и друг друг поездали. Когда животные возникли, то органики стало слишком много. А грибы, наоборот, поедают органики. Да, грибы гидротропы. Грибы тоже, так сказать, грибы тоже потребуют свои органики. Но почему именно грибы, почему не бактерии? Какую... Вот опять, зачем животные нужны этой системе, биосфере, мы договорились? А грибы зачем нужны? Разлогочил. Да. То есть, что делают грибы такого, что кроме них никто не умеет? Ну, можно... Ну, в принципе, да, вы умеете, да? Грибы — это редуценты, да? Грибы — это редуценты, грибы — это потребители мёртвой органики, да? Как правило. Что это сказать? Ну, не мёртвые органики, а раньше бактерии. А грибы умеют уничтожать клетки растений? Очень устойчивый органик. Грибы могут уничтожать устойчивый органик. Грибы могут уничтожать устойчивый органик, целлюлозу или лединину, прежде всего, да? С которыми бактерии работают очень плохо. То есть, грибы должны появляться на том месте. Грибы — это специалисты по уничтожению трудно разложимой органики, да? Вот когда появляется в ощутимых количествах этот самый трудно разложимый органик, вот тут, так сказать, тут и грибы, пожалуйста. Вот. Значит, что касается вот этой самой первой элок этой самой живой — идиокарской фауны. Значит, идиокарская фауна очень сильно отличается от того, что появится позже в процессе тембрийской скелетной революции, которая сформировала тот мир, который нам привычен. Это очень крупные, от крупных до очень крупных, от таких блюдечек до существ размеров, так сказать, более метра, бесскелетные. Да? То есть очень странного вида, очень-очень странного вида, странного облика существа. Идиокарская фауна была открыта в 1947 году в Южной Австралии, идиокаре. Потом дальше её обнаружены ещё в нескольких местах на Земле. Самые известные — это Ньюфаун Ленд, пустыня Намиб и наше местонахождение на Белом море, на земном берегу Белого моря. Вот такие главные места, где идиокарская фауна найдена. То есть это действительно производит впечатление фауны другой планеты. Вот как бы она могла выглядеть. Это бесскелетные организмы, не имеющие, судя по всему, никаких внутренних структур, несмотря на крупные размеры. И, по всей видимости, они не питались никакими крупноразмерными частями нерастенными животными. Видимо, они были осмотрованы. То есть они питались растворённой водеорганикой. И, скорее всего, это были такие плёнки, которые свёрнуты в что-то вроде корзина ячей для яиц. Собственно говоря, вот эти ячейстые ленты, которые представляют собой все эти самые радиокарские фауны, эти ячейстые ленты — это осадок, который когда-то набивался в эти самые ячейки, в этих корзинах, в этих картонах для яиц. После этого сама по себе картонка, сама эта живая плёнка разлагается, а мы имеем дело только с этими самыми отпечатками, которые на этом месте возникают. Существа были очень странными. Их были и билатерально-симметричные, и радиально-симметричные. И, по всей видимости, они не оставили после себя прямых потоков. То есть идиокарская фауна называют иногда ещё идиокарским экспериментом, потому что всё существование её уложилось в период примерно 50 миллионов лет, геологически очень непродолжительно. И после этого идиокарская фауна исчезает, по всей видимости не оставив при себе потомков. То есть это действительно была некая первая попытка создать микроскопическое животное, которое выполняло некоторые геологические техниции животного в экосистеме, но без должной подготовки, без должной инфраструктуры. И в результате этот эксперимент оказался неудачным. И через, соответственно, ещё 30 миллионов лет возникает второй эксперимент по созданию животных, уже настоящий, который привёл к геологическим взрывам. Идиокарская фауна так и осталась таким странным эпизодом существования биосферы. И есть такой хороший, один из наших монополитологов, исследователь этой фауны, он это черновики Господа Бога. Вот, собственно говоря, да. То есть некий действительно эксперимент, который оказался не очень удачным, от которого в итоге отказались. Значит, вот, собственно говоря, всё. До кем ли у нас закончится? То есть что у нас творилось в эти когда-то тёмные века, мы теперь более-менее представляем. И дальше уже нам предстоит переходить к миру, который нам уже более-менее привычен.